Те, кто собирается снести здание в Бухаре, являются врагами Узбекистана. Так прокомментировал строительство нового туристического центра в Бухаре блогер Мухрим Акзамхуджаев. Напомним, что на площади более чем 32 гектара в центре Бухары будет построен новый этнографический туристический центр. На этом месте сейчас находится историческое здание Хакимиата, стадион, а также десятки других государственных зданий. Выбранный для строительства район находится в буферной исторической зоне Бухары. Естественно, общественность такие новости не порадовали. В связи с этим правительством в январе прошлого года было поручено согласовать проект с ЮНЕСКО. Также Хакимиат сообщал, что с учетом мнения общественности и граждан для проекта будут выбраны другие земельные участки. В администрации также заверили, что только после получения заключения ЮНЕСКО будет принято окончательное решение и начаты строительные работы. Однако в феврале текущего года зам Хаким Бухарской области Батыржон Шахриеров сообщил, что невзирая на общественное недовольство, так называемый этнографический центр будет построен в том же месте, где и планировалось. А как пишет Никита Макаренко с ссылкой на журналистку КУНУС, ЮНЕСКО до сих пор не дало разрешения на это строительство. Но несмотря на это его уже начали. Противники проекта также утверждают, что этнопарки обычно создаются для того, чтобы воссоздать культуру в тех местах, где она уже была утеряна. И вопрос о необходимости такого объекта возникает в контексте наличия в самой Бухаре древнего города, богатого культурным наследием. Зачем строить дешевую подделку, когда рядом есть древний город? Выразил свое возмущение у себя в телеграм-канале Никита Макаренко. Согласно сообщениям на строительство этнопарка, планируется выделить астрономическую сумму в размере 470 миллионов долларов. Критики отмечают, что эти деньги можно было бы использовать для улучшения жизни жителей города. К примеру, на водоснабжение или, скажем, дорожное покрытие. Экономист Атабек Бакиров выдвинул предположение о том, что инвесторы могут не обладать необходимой суммой и планировать финансирование проекта за счет других. Поддерживая протестующих, известный блогер Мухрим Акзам Худжаев призвал ЮНЕСКО наказать Узбекистан и исключить Бухару из списка всемирного культурного наследия в случае начала строительства этнопарка. Противники проекта утверждают, что подобное строительство может навредить культурному наследию Узбекистана. А также это нерациональное использование средств в стране, где и так много различных социальных проблем. А как вы считаете, стоит ли начинать работы ради строительства этнографического центра? Напишите свое мнение в комментариях.